Так, добрый день, коллеги! Значит, сегодня у нас третье занятие, оно будет состоять из двух частей. Сначала мы немножко поговорим про теорию, поговорим про методы регуляризации, про два таких основных метода, которые используются, про дропаут и бач-дорв. Я думаю, на лекциях вам частично рассказывали про это, но мы чуть-чуть быстренько пробежимся по основной мотивации, как эти слои технически работают, как они выглядят. После этого мы сосредоточимся на торче, посмотрим его синтаксис, чтобы вы примерно понимали, как это работает, и после занятия будет полуторная домашка как раз на торче, чтобы вы немного поупражнялись, попробовали с помощью него сделать все то же самое, что в первой домашке, только с помощью торча. Окей. Значит, два метода регуляризации. Так, а всю доску видно, да? Отлично. Значит, начнем мы с такого самого простого, со стокистического метода, который называется дропаут. Ну вот давайте вопрос к вам. Наверное, на лекциях вам что-то рассказывали. Вот что вы знаете про дропаут? Вот. Что-нибудь слышали? Он слоит, то есть он случайно замеляет какие-то нейроны, какие-то выходы, и потом еще масштабирует, чтобы там сумма одинаковая была, то есть один, два, один, минус, один. Ну, нет, например, да. Значит, окей, да. Вы сказали все правильно с технической точки зрения, а теперь давайте подумаем, ну вот самое основное, а какая мотивация, вот зачем это нужно? Ну, например, я говорю, что все нейроны обучались, и мне было бы того, чтобы эти нейроны вообще не задействовали. Второе, что вот разные нейроны могут замечательно сфотографировать на возображение, это отличные, на различные вещи. Ну, да, в принципе, все правильно. Давайте я еще раз это повторю. Допустим, вот у нас какие-то входы есть в нашу, ну, например, просто у нас связанную сеточку такую, ну, небольшую, как модельный пример. Значит, и какая у нас может быть ситуация? Значит, вот здесь у нас где-то выходы. Стоит как с крышкой. Значит, какая у нас может возникнуть ситуация в процессе обучения нейронной сети? Вообще говоря, у нас вот разные веса, они по-разному влияют на то, как у нас будет считаться лосс. То есть, ну, например, в частности мы можем посмотреть, а вот как у нас выглядят градиенты по различным весам в нашей сети. И может так оказаться, что вот какие-то веса, они влияют намного сильнее, чем другие веса. Ну, или даже нисколько веса. Давайте здесь сосредоточимся именно на активациях, то есть на выходах после очередного слоя. Например, может так оказаться, что вот этот вот слой, точнее вот этот вот выход, он сильнее всего влияет на нашу функцию потерь, потому что вот здесь у нас где-то функция потерь еще будет. Соответственно, что у нас произойдет, если вот градиент по вот этому выходу будет наибольшим? Он будет больше, чем все остальные в том же самом слое. Это вот вопрос к вам. Это хорошо, это плохо. Другие просто не очень будут обновляться. Другие не надо обучиться. Ну да. Если у нас в какой-то момент в сети возникнет вот точка, в которой градиент, по которой будет превосходить все остальные, мы просто будем обучать в основном только ее. Только вот по этому входу будут те же градиенты, по всем остальным они будут слишком маленькие. Это нам будет подсказывать о том, что мы недостаточно хорошо используем всю капасity нашей сети. Мы обучаем только какую-то подсеть. Мы хотели бы, чтобы вот такой проблемы у нас не возникало. С другой стороны, какая у нас еще может возникнуть проблема? Представьте, если мы заинициализировали сеть всю в нуля. То есть все веса у нас одинаковые. Что у нас тогда происходит? Тогда мы можем заметить, что вообще говоря у нас в сети есть очень большое количество симметрий. В частности, мы можем там попереставлять столбцы, строки, матриц весов, соответственно переставить столбцы, строки входов, ну точнее там столбцы входов, то есть признаки перенумеровать, и мы будем получать тот же самый выход, что получали раньше. То есть такие вот внутренние скрытые симметрии. Какие у нас могут быть проблемы с такими скрытыми симметриями? В сети будет сложно как-то различать разные нейроны между собой. Ей нужно обучать их разным вещам, потому что мы не хотим, чтобы у нас в сети, например, было два выхода, которые выдают всегда одинаковый выход. Ну это просто не логично, не эффективное использование весов. Но вот из-за таких симметрий в сети достаточно сложно вот этого добиться. Поэтому мы хотим каким-то образом нарушить эту симметрию, то есть внести какое-то вот зашумление, чтобы эту симметрию разрушить. Ну и вот давайте напомню, как это выглядит с технической точки зрения, что мы будем делать, значит, на этапе обучения. Мы будем поступать следующим образом. Значит, у нас, ну давайте вот запишем какую-то модель нашей сети, значит, линейный слой, после которого у нас идет функция активация. Значит, здесь я все это, давайте, будет демерным. Батч на д, здесь тоже батч на д. Значит, как мы будем поступать? Вот у нас есть наши выходы, и вот мы боимся, с одной стороны, что они могут быть или слишком скоррелированы друг с другом, или наоборот, что у нас какой-то вес будет, какой-то выход, будет слишком сильно влиять на выход модели. Значит, как мы будем поступать? Значит, мы на первом шаге будем генерировать маску из Бернулевской случайных величин вот такого же размера, как у нас вход. Значит, обращаю ваше внимание, маска сэмплируется независимо для всех объектов. Ну, для объектов понятно у нас принцип сети, что нам бы неплохо было бы, чтобы сеть работала для всех объектов независимо. Ну, потому что на инференсе мы будем по одному объекту прогонять, и есть у нас какая-то корреляция между объектами в баче, но, наверное, на инференсе это будет не очень хорошо. И, во-вторых, мы сэмплируем для каждого признака тоже независимо. После этого мы как раз-таки получаем нашу новую активацию А с крышечкой, просто как Y умножить на А. Окей, значит, это на этапе обучения. То есть вносим такое вот зашумление. На этапе тестирования. Как мы будем поступать? Ну, мы будем действовать примерно так же. Мы будем просто игнорировать вот эту случайность, потому что, представьте, на этапе обучения мы сеть, уже все, веса получены, но при этом нам бы, наверное, хотелось использовать как можно больше весов. Ну, даром мы какие-то веса, что ли, обучали. Мы хотим использовать всю capacity. Поэтому мы вот эту стахастичность будем убирать. То есть оставим только просто линейный слой с активацией. И вот возникает вопрос. Если мы будем вот просто вот по первым двум строчкам действовать в нашей сети, это будет корректно или это будет не совсем корректно? Нет. Там средняя сумма будет меньше, чем... Точнее, наверное, больше, чем там где-то. Да, смотрите. Видите, опять в наших рассуждениях мы обратимся к статистикам наших активаций. Давайте посмотрим, вот, по процедуре обучения, чему равняются статистики, вот, например, А с крышкой. То есть как выглядит мотожидание этой штучки. Ну да, значит, если мы мотожидание А обозначим, например, за эпсилон, тогда мотожидание А с крышкой, это что будет? Это П умножить на эпсилон. То есть на этапе обучения у нас вот мотожидание выхода слоя дропаут А на П на эпсилон. Значит, на этапе тестирования нам будет неплохо, чтобы мотожидание входа в следующий слой после дропаута вот сохранялось неизменным. Что для этого нужно сделать? Ну, для этого достаточно просто положить А с крышкой равняется А деленное на П. Значит, ой, прошу прощения, умноженное на П, чтобы, да, доношалось. Окей. В чем проблема такого подхода? Ну, на самом деле, основная проблема в том, что у нас на этапе обучения добавляются какие-то лишние операции. Нам нужно каждую активацию умножить на некоторую величину П. Значит, для этого, чтобы вот такой проблемы избежать был, придумал следующий труп. Значит, вместо того, чтобы делать на инференс пассе домножение на П, мы поправим в статистике активации еще на этапе обучения. Как мы это сделаем? Давайте я вот здесь вот после черты запишу. Значит, ну да, все правильно. То есть мы обозначим А с крышечкой как Y умножить на А делить на П. И тогда, соответственно, на этапе инференса А с крышкой равняется А. При этом давайте вот подумаем, добавится ли у нас где-нибудь здесь вычистительная сложность при таком подходе. На самом деле нет. Потому что если мы вот посмотрим, мы вот на этапе обучения А просто умножаем на матрицу, в которой вместо нуля единичек стоят нули и единицы на П. Вообще говоря, с технической точки зрения, какая разница, чем нам там заполнять эту нашу случайную матрицу единичками или просто константной единицы на П. Поэтому с точки зрения вычистительной сложности, вот такая реализация дропаута, ну, добавляет минимальное число операций. Мы просто добавляем вот по одному сэмплированию на каждую активацию. И на инференсе мы дополнительных операций не создаем. Основной гиперпараметр этого слоя это П. Соответственно, у вас может возить вопрос, вот как его подбирать. Ну, опять же, этот параметр, он, как вот следует из названия нашей темы, он будет отвечать за то, насколько сильно мы будем регулировать нашу модель. Если мы видим, что у нас модель переобучается, то мы можем брать П побольше. Ну, и, соответственно, наоборот. Обычный берут 0.5 и вот с этого момента стартуют. Так, есть ли какие-то вопросы по дропауту? Хорошо. Ну, тут все понятно. Я думаю, на лекциях вам примерно то же самое рассказали. Давайте теперь также быстренько поговорим про брать бачнор. Значит, ну, мы уже... В которую лекцию говорим там про статистики активации. Как бы нам было прекрасно, если бы эти статистики не менялись в процессе обучения. И вот бачнор как раз-таки нам позволяет эту проблему решить, ну, так скажем, ультимативно. Просто зафиксировать все статистики активации, ну, в некоторые фиксированные значения, ну, или там в обучаемые значения. И за счет этого позволяет нам вот прямой обратный проход лучше, чтобы они более численно, стабильно вычислялись. Давайте сначала я запишу формулы этого слоя. И после этого мы обсудим, какие преимущества и недостатки у этого слоя есть. Значит, что мы делаем? Значит, давайте... Что у нас, во-первых, на вход? Значит, у нас вот есть наша матрица X. Слой бачнорма. В чем он заключается? Он заключается в том, что мы для каждого признака наших входных данных, мы каждый признак будем рассматривать независимо от всех остальных. Значит, вот возьмем какой-нибудь признак. И ты, например. Для каждого признака по бачу сначала мы вычисляем статистики по этому признаку. Значит, это матожидание, дисперсия. После этого мы производим нормализацию. И после того, как мы отнормировали наш признак, мы позволяем нашей модели самой выбрать, какие статистики она хочет иметь после очередного слоя. То есть добавляем еще два обучаемых параметра, отвечающие за масштаб и за смещение. Вот будет наша AIT с крышечкой. Выходы очередного слоя. Соответственно, здесь вот AIT это вектор размера бача, мини-ИТ, сигма-ИТ, что еще, гамма-ИТ, дельта-ИТ это все скаляра. Ну, Epsilon это некоторая величина небольшая, чтобы у нас тут деление на 0 никогда не происходило. Окей, давайте теперь подумаем вот над смыслом того, что мы здесь сделали. Вот давайте вот первый технический вопрос. Вот сколько обучаемых параметров вот такого слоя? Ну, например, по сравнению с линейным. Ну, допустим, у нас вот там линейный... Да нет, у нас просто бач есть, и мы... Нет, я именно про обучаемые параметры спрашиваю. Ну да, у нас... Ну, я ожидал ответ там 2n, что-то такое, да. Соответственно, параметров будет столько, сколько признаков. То есть не очень много. То есть слой с этой точки зрения эффективен. Давайте посмотрим, вот какие проблемы он позволяет решать. Значит, вот основная проблема, для которой он был придуман, так называемый Internal Coverage Shift. Что это такое? Давайте посмотрим на картинки. Значит, ну, предположим, что вот у нас есть какие-то входные данные, и как обычно это происходит там и с линейными моделями, с нейронными сетями, входные данные обычно как-то стандартизованы. То есть у нас данные вот из себя представляют хорошие такие концентрические круги в начале координат, то есть с единичной дисперсией. Давайте теперь подумаем, что происходит после того, как мы эти данные прогоняем через какой-то слой. То есть линейный слой плюс активацию. Что у нас вообще получается на выходе? Ну, на выходе, на самом деле, так как у нас линейное преобразование, у нас происходит некоторое афинное преобразование с нашими данными. То есть они как-то разобрать, сжимаются, вытягиваются и так далее. То есть может получиться, ну, вот кто-нибудь, что-нибудь такое. При этом, понятное дело, что понять, что происходит со статистиками, ну, наверное, вряд ли что-то хорошее происходит. Потому что если мы подумаем, например, про активацию RELU, она нам вообще все активации загоняет в положительный квадрант, то есть у нас там вот ожидание становится смещённое, то есть положительное. Ну, и с дисперсией ещё намного сложнее, потому что мы должны знать, ну, по сути, там, норму матрицы, с которой мы делаем линейное преобразование, чтобы понять, как дисперсия поменяется. Ну, она может как возрастать, может убывать. После того, как мы применим много-много слоёв подряд, эта дисперсия может как слопнуться, так и уйти в бесконечность. Ну, типичная проблема. Вот такой недостаток в сети называется как раз-таки internal kv-reshift. И вот если мы подумаем, бачтор как раз позволяет эту проблему решить. Он вместо того, чтобы после очередного слоя иметь какие-то непонятные распределения активации, он будет иметь хорошее, примерно нормальное распределение с нулевым отожданием и дичной дисперсией. Значит, давайте подумаем, где ещё у нас есть преимущества. Ну, вообще говоря, когда мы имеем распределение вот такое нормальное, хорошее, во-первых, мы учитываем, что большинство активаций, с которыми мы сталкивались, например, если мы не рассматриваем РИУ, например, они лучше всего работают как раз-таки в районе нуля. У них там линейный режим, у них там всё в порядке, производная, может быть, там единица. Это одно из преимуществ. Другое из преимуществ. Ну, мы говорили, что если у нас будет существенно разница дисперсия по разным направлениям, то наши методы оптимизации будут, ну, условно говоря, в затруднении, по каким направлениям им вести спуск. Вместо того, чтобы сходиться к минимуму, они будут как-то осциллировать вдоль вытянутых оврагов. Значит, и, соответственно, вот бачнорм эту проблему решает. Окей, значит, это примерно понятно. Вот теперь вопрос к вам. Значит, вот мы записали нашу процедуру, как мы действуем на обучение. А как мы будем действовать на этапе тестирования? То есть можем ли мы на этапе тестирования двигаться вот ровно по этому же алгоритму? Да, это правда. Как я уже говорил, на этапе инференса нам бы очень хотелось, чтобы, ну, инференс происходил для всех объектов независимо. Потому что иначе, ну, это как-то странно. На этапе обучения мы можем там что угодно делать, но на этапе инференса мы хотим там, чтобы у нас была, по крайней мере, возможность прогонять по одному объекту за раз. И поэтому мы сразу видно, что дисперсию мы по одному объекту посчитать не можем. То есть у нас уже здесь возникает проблема. Соответственно, нам нужно как-то действовать, чтобы вот мюиты, сигмаиты оценить на этапе инференса. Как мы можем поступить? Значит, решение достаточно простое. Вместо того, чтобы оценивать их по бачу, давайте накапливать эти статистики еще на этапе обучения. То есть мы будем с помощью бегущего среднего накапливать глобальное мюиты и сигмаиты просто по всей выборке. То есть это будет наша глобальная оценка от ожидания и дисперсии по соответствующему признаку. Ну, понятно, мы подразумеваем, что за время обучения через модель пройдет вся выборка. Соответственно, мы примерно по всей выборке мюиты, сигмаиты оценим. И на этапе обучения будем вместо того, чтобы оценивать их по текущему бачу, использовать уже просто как константы, которые на этапе обучения мы предпочитаем. Давайте вот заметим следующий нюанс. Что у нас тогда получается с точки зрения функционального вида слоя? На этапе обучения вот слой бачторма, очевидно, это не линейный слой. То есть у нас тут, ну вот, в знаменателе аито тоже присутствует еще там под корнем. Соответственно, на этапе тестирования у нас картина будет противоположная. Мюита, сигмаита станут константами, соответственно, это будет просто, ну, домножение на вот гамма-ито и дельта-ито. То есть просто линейное преобразование. Это нам подсказывает, что в данном слое есть вот некоторая, ну, не то что проблема, по крайней мере, особенность в том, что этап обучения и этап тестирования, они как бы внутренне не согласованы между собой. Они просто реализуют разные функции, они ведут себя по-разному и так далее. Насколько это хорошо или плохо, судить сложно, но просто вот нужно понимать, что такая особенность есть. Окей, так, теперь давайте вот запишем все преимущества, недостатки, бач-норма где-нибудь в один из списочек. Да, давайте это запишем. Вот добавим к нашей процедуре на этапе обучения еще оценку наших параметров. То есть как-нибудь я обозначу это мю-ито с волной, то есть наша бегущая средняя. Это будет просто, так, какие у нас тут буквы не заняты, ну, например, бета мю-ито плюс единица минус бета на мю-ито с волной. И то же самое для сигма и этого. Так, вот здесь вот с волной. Вот, то есть просто пересчитываю их как экспоненциально сглаживание, как экспоненциальное сглаживание мюшек в Сигму. И вот по полной этапе тестирования мы вместо мю-ито и сигма-ито будем подставлять мю-ито и сигма-ито с волной. Ну, тут, как бы, это присвоить, да, это, да, не математическая запись, а скорее в виде кода. Да, ну и так, вот оно у нас посчитано по текущим. Да, то есть смотрите, как у нас происходит процедура. Мы посчитали статистики по бачу, там обновили бегущие средние и выполнили вот такую нормализацию. Да, ну, мы, может быть, как раз сегодня еще посмотрим в коде, как это там реализовано. Есть ли вопросы? Хорошо. Так, да, давайте, значит, я хотел записать списочек особенностей бач-норма. Значит, ну вот первое, internal, covariate, shift, это мы обсудили. Значит, второй пункт. Значит, ну это такое, скорее, техническое замечание. Вот давайте посмотрим, вот если у нас есть линейное преобразование, после которого мы применяем сразу же бач-норм. Ну, на самом деле, по-разному бывает, в разных сетях по-разному. Вот так тоже иногда бывает, я сейчас как раз скажу, когда это бывает. Значит, вот смотрите, вот мы имеем вот такую последовательность преобразований. Обратите внимание, что ее можно эквивалентно переписать как в следующий набор преобразований. Мы просто избавимся от вектора смещений. Значит, ну, почему так? Просто потому что, если мы посмотрим на матожидание, там будет матожидание первого слагаемого плюс b. И после этого мы из ашки эту b вычтем. То есть, b вектор смещений ни на что влиять не будет. В полносвязных сетях, да, бач-норм, наверное, после активации обычно вставляется. В сверточных сетях очень часто бач-норм вставляется после, ну, вот, другого вида линейного слоя, сверточного слоя. Про это мы поговорим на следующем занятии. Ну, вот это вот такая типичная ситуация. Просто вот знаете, что иногда там bias равно false нужно будет ставить и экономить немножко параметров и вычислений. Ну, по сути, да. То есть, дельта как раз-таки она у нас будет выполнять роль bias, потому что она будет своя, независимая для каждого параметра отдельно. Так что в этом плане, да, вы правы. А, что вы хотите с ней сделать? А, то, что там есть, ну, опять же, какая-то внутренняя симметрия, которую мы не учитываем. Ну, да, то есть есть такое отдельное направление, где люди пытаются вот от всех симметрии избавиться, но вот обычно вот это слишком сложно уже. Вот bias убрать это вроде как легко. А думать над тем, как обучать более правильно, чтобы не было вот таких связанных параметров, но это сильно сложнее. Ну, и лишние вычисления не делать. Так, окей, следующий пункт. Значит, особенность бачторма заключается в том, что если мы попробуем посмотреть, а вообще как выглядит ландшафт функции потерь для сети с бачтормом и без бачторма, и вот окажется, что обычно сеть с бачтормом имеет более хороший ландшафт. Что под этим подразумевается, как бы это отдельный вопрос, потому что у вас наверняка может возникнуть вопрос. Но вообще говоря, вот слой бачторма, у него есть там вырожденные точки, точки, где он в бесконечность обращается. Ну, наверное, не очень хорошо. Но вот с точки зрения оптимизации в реальных задачах, ландшафт оказывается более гладким. И это нам позволяет использовать большее темпо обучения. Ну, обычно да. Ну, это, опять же, такое, скорее, эмпирическое замечание. Ну, вот, да, бачторм, он вам позволяет более стабильные сети обучать. Да, ну, соответственно, про более гладкое... Функция потерь, как функция параметров модели. Ну, под более гладким я здесь подразумеваю, что вот магнитуды градиентов, они распределены чуть лучше, чем без бачторма. То есть там нету очень больших, очень маленьких, они более тоже равномерны по магнитуде. Значит, ну, это, скорее, такие преимущества. Из недостатков. Значит, основным недостатком является то, что бачторм чувствительен к размеру бача. Ну, понятно, мы здесь должны оценивать статистики, и, наверное, нам бы неплохо было бы, чтобы эти статистики были репрезентативны. Для этого нам нужно, чтобы размер бача был достаточно большой, чтобы он содержал в себе репрезентативную подвыборку. Если это не будет верно, ну, у нас будут просто смещенные статистики, и бачторм будет сильно варьироваться от итерации к итерации обучения. То есть будет существенно влиять на то, какой бач мы засемплировали. Значит, зависят... То есть лучше походить? Да, я даже, наверное, напишу. Проблема с маленьким бачом. То есть 60-60 и нормальный? Ну, это уже не маленький бач, это уже нормальный. Так, ну, да, соответственно, какой размер бача вам подбирать, ну, это там отдельный вопрос. Ну, вот бачной вам добавляет еще одно измерение, где вам нужно думать, что вот слишком маленькие бачи, и это, наверное, не очень хорошо. Значит, и, ну, последний пункт, это вот то, что мы говорили о том, что у нас трейн и тест — это, вообще говоря, несогласованная процедура. Ну, насколько это большая проблема, это, как я говорю, уже сложно понять, но вы просто знаете, что, да, помните, что эта особенность есть. Так, есть ли вопросы? Нет, это не плюс, это как раз название проблемы. Это то, что у вас статистики, вот они вместо того, чтобы быть хорошо распределенными, там, с нулевым отожиданием единичной дисперсии, они могут как-то в процессе прогона через слои куда-то дрейфовать. Ну, вот возникают те же проблемы, что мы обсуждали при, там, инициализации нейронных сетей. Ну, то есть у нас может, там, дисперсия, активация затухнуть, остается у нас эградиенты потом затухнуть или взрыв произойдет. Да, то есть, ну, примерно та же логика, на самом деле, что и при стандартизации данных при подаче их в линейные модели. То есть у нас же по большому счету большинство архитектур — это просто последовательность линейных моделей друг за другом, поэтому, ну, неплохо было бы им подавать сцентартизованные данные. А в чем проблема маленького бача, если у нас уже скользящие средние берется? Нет, смотрите, скользящие средние мы используем только на этапе тестирования. На этапе обучения мы же используем оценки по бачу. Соответственно, нам необходимо, чтобы эти оценки были, ну, достаточно точные, чтобы они даже не сколько были точным, сколько, чтобы они не варьировались от бача к бачу. Ну, потому что, представьте, вы взяли один бач, у вас там на ожидание там 100. Взяли следующий бач, у вас ожидание минус 100. Наверное, у вас обучение будет как-то, ну, скакать очень сильно. Так, есть еще вопросы? Если мы берем вот этими заполненными на обучении, да, ну, смотрите, да, тут есть особенность в том, что, вообще говоря, когда мы оцениваем на этапе обучения вот эти вот статистики, вообще говоря, у нас же там гамма, дельта меняются, и у нас статистики сами по себе дрейфуют в процессе обучения. И вот как бы истинные статистики. Но мы подразумеваем, что мы там учимся достаточное число итераций, и рано или поздно у нас там статистики достаточно хорошо накопятся. Ну, вообще, вот как бы такая стандартная практика при использовании батчторма, это вот после того, как мы сеть обучили, перед тем, как ее тестировать, взять и через нее просто еще раз прогнать всю выборку в режиме обучения, но как бы не обучая модель на самом деле. Просто чтобы обновить вот статистики бегущую, среднюю, бегущую дисперсию, чтобы они корректно отображали то, что на самом деле происходит в сети. Так, есть еще вопросы? Не-не, гамма, дельта это вот наши обучаемые параметры в слое. Получается, мы параллельно используем ну, смотрите, гамма, дельта это вот как бы не то же самое, что бегущая средняя, то есть эти параметры мы обучаем и плюс еще копим Да, именно так. Все правильно. Так, есть еще вопросы? Ну да, следует. Ну, просто я вот явно более расписал. Так, еще вопросы? Окей. Тогда, значит, с теорией на сегодня мы закончили и давайте немного поговорим про код. Окей. Так, значит, ну вот мы уже третье занятие такая разная теоретическая обсуждаем и возникает вопрос а вот как это все кодить и чтобы это еще было удобно? Вот домашка вот первая вам как раз дана чтобы вы посмотрели как это кодить но чтобы вам было неудобно. Да. Но понятное дело что люди все-таки хотят чтобы все как-то происходило побыстрее без необходимости там считать производные руками недаром мы там целую пару посвятили автоматическому дифференцированию поэтому были придуманы как раз таки фреймворки для того чтобы считать все автоматически реализовывать графы вычислений через которые можно пускать градиенты ну в несколько строчек соответственно основной фреймворк который сейчас используется для глубинного обучения это торч пайторч соответственно почему именно он в чем его ключевые отличия из основных вещей можно выделить две вещи во первых это автоматическое дифференцирование про это мы уже поговорили второе это возможность вычисления на разных устройствах почему это важно ну вот когда вы будете обучать сеточки даже там в первом задании на CPU вы заметите что как-то все это работает ну наверное не очень быстро хотелось бы быстрее и вот для более быстрых вычислений а основные вычисления на самом деле которые происходят в нейронных сетях это скорее матричные умножения то есть для того чтобы там быстро перемножать матрички были придуманы ГПУшки да именно для этих целей до них можно все это очень эффективно вычислять и вам нужен конечно же удобный фреймворк который вам позволяет писать один и тот же код который можно запускать как на ГПУ так и на CPU с одинаковым успехом соответственно по особенностям торча во-первых торч идейно он конечно появился чуть позже чем нампай и поэтому в большинстве своем он наследует вот идеологию нампай повторяет там синтакси с функцией которые там реализованы повторяет семантику их но там есть небольшие отличия по которым мы еще сегодня поговорим значит также в комплекте с торчом еще идет целый там ворох готовых домен специфичных библиотек торч вишн торч аудио торч текст для каждого домена обычно вот реализуется своя библиотечка в которой есть необходимые там датасеты необходимые функции для работы с соответствующим доменом ну вот основной с чем мы будем работать это торч вижн это вот библиотека для работы с изображениями там есть готовые датасеты функции для работы с изображениями функции для их аугументации и так далее соответственно ну вот есть такая воодушевляющая картиночка которая показывает что вот торч он всех остальных конкурентов победил тензерфлоу как-то он совсем перестал в последнее время использоваться хотя конечно если вы придете там в какую-нибудь компанию например там не знаю в яндекс вы наверняка там с легоси тензерфлоу столкнетесь и будете там страдать кто керос да керос это фреймворк поверх тензерфлоу ну изначально как бы в тензерфлоу не было вот готовых там модулей готовых слоев их реализовывали в керосе как раз таки вот для этого была основная идея ну наверное сейчас бэкэнд уже там может быть любой вообще говоря керос он позволяет вам взять вашу модель сохраненную некоторым особым образом в так называемом о ннx формате то есть ну условно говоря джессончик взять в котором описано вашу модель и где веса лежат и вот проинферить ее с помощью вот такого фреймворка но как бы да в торче там все свое керос ну наверное не очень хорошо с торчем используется окей значит общий обзор что вообще есть в торче скажите пожалуйста видно вообще отец да тут вот целый гигантский список вот под модулей в торче что там есть на самом деле одного занятия совершенно точно не хватит чтобы все там обозреть мы будем постепенно разбирать разные кусочки торча ну вот я вам советую во первых ноутбук вот этот открыть посмотреть по переходить по ссылочкам что вообще в торче существует потому что существует там очень много и самое полезное это чтобы вы хотя бы там ну название функции помнили то есть как в нампая разного там всего навалено очень много важно просто хотя бы представлять что что вообще есть дальше вы уже конкретные вещи нагуглите значит ну давайте вот основное проговорим значит самое наверное важное за счет чего там торч работает это базовый класс торч тензор это вот класс который вам позволяет ну по сути так же как в нампая np ndra реализовывать все операции над многомерными матрицами и также этот класс позволяет вам реализовывать вычисления в графе вычислений обратные проходы и так далее также соответственно над этим классом есть целый комплект операций в основном модуле то есть у вас есть там операции создания индексации джойнинга in place out of place операции операции случайного сомплирования все это мы сейчас частично посмотрим после этого более интересные подмодули вот наверное основной подмодуль с которым будем работать в нашем семестре это торчинэм это подмодуль в котором лежат все возможные слои слои на все случаи жизни для создания архитектуры ваших нейронных сетей то есть там будут и линейные слои слои тропаута бачторма слои активации модули которые реализуют функции потерь модули которые реализуют работу с данными и так далее также вот тут указано еще вот набор подмодулей в каждом из которых содержатся очень очень полезные вещи про которые мы особо говорить не будем наверное стоит отметить торч оптим подмодуль где лежат все оптимизаторы но это вы будете всегда использовать остальное ну разберем в процессе также в торче есть отдельный блок работы с распределенным обучением при этом мы поговорим на последнем занятии соответственно понятно у вас типичная ситуация модель стала настолько большой что перестала помещаться на вашу одну единственную а 100 вам нужно там 100 а 100 Everybody salute distribute вам позволяет с одной стороны обучать модели которые не влезают на одну GPU а с другой стороны он вам позволяет модель которая на одну GPU влезает обучать параллельно на нескольких устройствах то есть пропускать через нее бачи больше чем вы бы могли пропускать на одной GPU то есть у вас есть как параллель с точки зрения данных так и с точки зрения весов вашей модели Ну, про остальное, опять же, переходите по ссылкам, посмотрите, это очень интересно, наверняка вам пригодится в будущем. Это я без иронии говорю. Окей, теперь давайте перейдем, собственно, к разбору базовых вещей в торче. Ну, первое, что нужно понять, это вот как нам создавать тензоры с нуля. Значит, для этого есть целый набор методов конструкторов. Значит, для создания тензора из нулей, единичек, создания случайного тензора. Это все понятно. Значит, какие параметры у этих конструкторов есть? Значит, ну, первый параметр, понятное дело, это размер тензора. Дальше идут необязательные параметры. Давайте их как-нибудь посмотрим. Так, я жду, что появится справка, но, видимо, она не хочет появляться. Да. Ну, ладно, придется... А, давайте сделаем вот так. Ага. Значит, что мы видим? Значит, ну вот, значит, сайд, это то, что я говорил, размер нашего тензора. И дальше вот важные и интересные параметры. Значит, деталь. Это тот параметр, ну, который вам должен быть из NumPy знаком. Вы можете также сдавать тип тензора. То есть, у вас там были NP-int32, NP-float и так далее. Теперь все то же самое, только с торчом. Дальше. Параметр layout. Ну, это примерно то же самое, что в NumPy вы можете указывать, как у вас хранятся данные через, ну, в виде Fortran последовательности или VDC последовательности. Тут, опять же, в торче это вам все позволяется указывать. Что-то пищит. А, хорошо. Значит, следующий параметр device. Это как раз-таки вот ключевой параметр, который мы чуть позже посмотрим, который требуется для того, чтобы указывать, на каком устройстве данный конкретный тензор будет находиться, на CPU или на GPU. И, соответственно, в зависимости от того, какой это девайс указан, вы можете выбирать, на каком устройстве будет происходить вычисление. И, наконец, последний параметр requires graph. Этот параметр как раз будет отвечать за то, будет ли у вас происходить сохранение графа вычислений или нет. Значит, эти вот два последних параметра мы чуть подробнее, еще чуть дальше рассмотрим. Значит, ну, на тензоре вы можете производить стандартные операции, поэлементные, матричные умножения, можете выполнять разные операции редукции, то есть суммирование, произведение вдоль разных осей и так далее. Значит, тут никакого отличия с NumPy нет. Значит, основное, что вам нужно запомнить, это то, как у вас происходит указание осей, по которым выполняется операция редукции. В NumPy это был параметр axis, в Torch это будет параметр dim. Значит, вы указываете также dim, там, например, dim равняется нулю для того, чтобы выполнить редукцию по столбцам. Соответственно, семантика этого параметра ничем не отличается. Вы также можете передавать тут, ну, тюплое для того, чтобы... Ну да, не всегда можно передавать тюплое, но иногда можно. Здесь почему-то нельзя. Здесь давайте проверим. dim это axis. Ой, 0 эти. Да, странно, почему-то у произведения, которое вызывается как метод, нельзя передавать тюпло, а у TorchSum можно передавать как тюпло. Ну, пути-то вообще неисповедимы. Окей, значит, следующий вопрос, который у вас может возникнуть, а как связать вам Torch с тем, что у вас уже есть, то есть с NumPy, например. Значит, ну, во-первых, вы можете создавать тензора, просто передав в конструктор TorchTensor итерируемый объект, ну, там, список, NumPy массив и так далее, может быть даже многомерный, и у вас соответствующая матричка торчевая создаться. Для того, чтобы выполнить конвертацию в обратную сторону, можно использовать просто метод NumPy, и вы, соответственно, получите NumPy-овский массив. Значит, что вам нужно понимать? Значит, вам всегда неплохо было бы понимать, а где у вас на самом деле лежат ваши данные. То есть это та же особенность, которую вы сталкивались с NumPy, происходит у вас копирование данных при выполнении операции или не происходит копирование. Значит, соответственно, когда вы создаете через конструктор TorchTensor, у вас происходит копирование данных. То есть у вас буфер, тот, в котором лежит ваш тензор, тот, на который ссылается ваш тензор, он становится отличным от того, на который ссылался исходный NumPy массив. Ну, вот это видно на примере. Мы создаем NumPy массив, создаем из него тензор, и если мы сделаем операцию над NumPy массивом, то же тензор не изменится. То есть у нас эти две матрицы хранятся в разных местах. Для того, чтобы они хранились в одном месте, мы можем использовать метод FromNumPy для того, чтобы эти два тензора ссылались на одну и ту же область памяти. Но, опять же, в некоторых случаях это бывает удобно. Значит, здесь я создаю тензор, создаю NumPy массив, создаю из него тензор и изменяю NumPy массив, и у меня соответствующим образом изменяется нам точь тензор. Значит, ну, опять же, про различия. Значит, про разницу между аксис и димом мы уже поговорили. Значит, если вы хотите выполнять решейп, тут у вас как раз-таки возникает различие, связанное с тем, где у вас хранятся ваши данные. В NumPy, когда вы делаете решейп, у вас всегда происходит копирование данных. То есть вы создаете новую NumPy матрицу, она будет скопирована при выполнении решейпа. Второе, что для выполнения некоторых операций более эффективно, вы можете использовать так называемый метод View. View, он просто у себя внутри тензора ставит пометочку, что шейп изменился, изменился следующим образом, но при этом данные все еще лежат по тому же самому адресу. Если же вы хотите, чтобы у вас автоматически выполнилось копирование при выполнении решейпа, ну, значит, есть метод решейп. Особенность заключается в том, что не все функции можно применять к тензорам, которые получены из метода View. В таком случае вам торч ругнется, что вот я эту функцию для такого тензора выполнить не могу. Сделай, пожалуйста, его, ну, как бы непрерывно в памяти. Понятно, если вы сделали какой-то сложный View, то у вас тензор может перестать лежать непрерывно в памяти. И, соответственно, некоторые операции работают только с тензорами, которые в памяти лежат непрерывно. Для этого есть специальный метод. Точнее, он inPlace метод. Называется Contiguous. Значит, этот метод, он копирует ваши данные, копирует данные вашего тензора так, чтобы они лежали последовательно в памяти. То есть, по сути, торчовый решейп — это все равно, что торчовый View, после которого выполнен Contiguous. То есть, мы как-то поменяли атрибут, который отвечает за форму тензора, и потом переложили данные так, чтобы они лежали непрерывно в памяти. Значит, ну, торч вам ругнется, он скажет явно о том, что вот это нужно сделать. Значит, также в торче есть возможность изменения типа. Вы можете это делать как через метод to, так и через метод type. Метод to вам позволяет одновременно поменять и устройство, и тип данных вашего тензора. Ну, понятно, из type он меняет только тип. Окей, значит, есть ли тут вопросы по таким базовым операциям? То есть, ну, все как в NumPy, а только вот с небольшими отличиями. Да. Нет, вообще говоря, тот backend, который используется для вычислений, он как бы скрыт от вас. То есть, в торче, вот, условно говоря, есть несколько слоев абстракции, вот слой абстракции есть отдельный под названием backend. Если мы там посмотрим, вот тут есть где-то даже touch backends. Это как раз-таки там параметры устройств вычислений, и он поддерживает не только инвидиевские backend. Но хорошо работает в основном с инвидиевскими backend. Потому что, ну, просто AMD как-то не очень хорошо поддерживает свои видеокарты. Ну, вообще говоря, то есть, если вы зайдете на сайт торча... И посмотрите. Значит, тут он вам может показать, как он может, на каких устройствах он может работать. Значит, ну вот он может работать на CUDA вот последних версий, то есть, это инвидиевские видеокарты. А вот ROCAM, это как раз-таки AMD-шный фреймворк. Ну, там очень большие проблемы с ним, какие он там видеокарты поддерживает, с какими драйверами, то есть, все намного сложнее. То есть, как бы, и с Nvidia там часто бывает довольно сложно, особенно если у вас не последняя видеокарта с последними драйверами и с последней версией CUDA. Да, а с AMD все еще на порядок сложнее. Так, продолжаем. Значит, также торч поддерживает in-place операции. Значит, все так же, как в NumPy. Общий синтаксис, который вам нужно запомнить, что in-place операции от out-of-place операции отличаются нижним подчеркиванием. Если у вас в конце метода стоит нижнее подчеркивание, значит, это in-place операция. Ну, значит, вот, например, есть in-place экспонсионирование. Ну, и так далее. Значит, есть вот набор полезных функций. Это, опять же, вам домашнее задание. Вы дома откроете, посмотрите, как вы можете стенсорами манипулировать чуть более хитро. То есть, как там их конкатинировать, как их объединять, перемешивать и так далее. Окей. Так, давайте теперь я вот перейду в этот ноутбук. Тут, потому что будет GPU доступно. Чтобы мы это на примере все посмотрели. Значит, у каждого тенсора есть атрибуты, которые отвечают за то, какой у него тип, какое у него устройство. И, соответственно, мы можем эти все атрибуты менять. Давайте посмотрим, как вообще работа с GPU обычно устроена. Во-первых, для того, чтобы проверить, есть ли у вас GPU или нет, есть специальный метод. И затем в коде это реализуется обычно следующим образом. Вы создаете переменную девайс, в которой вы сохраняете то устройство, которое у вас есть. Значит, если у вас есть GPU, то вы указываете Torch Device. Здесь вы указываете, ну, соответственно, бэкэнд, который вы будете использовать, и индекс устройства, которое вы будете использовать. То есть, если у вас много GPU-шек, это, опять же, можно там проверить через Torch, куда. Да, я просто к домашнему компу подключился. Если я не ошибаюсь, num devices. Не, он пишет, что вообще нету этого. А, device count. Да. Ну, соответственно, вы можете посмотреть, сколько у вас устройств есть, и в зависимости от этого выбирать, на каком устройстве у вас будет выполняться вычисление. Опять же, вы можете, если у вас несколько GPU, и модель на одну GPU не влезает, вы можете на одной GPU хранить один кусок вашей модели, то есть, например, первые слои на второй, хранить вторые слои. То есть, так тоже делают, так все это и работает. И, соответственно, если у вас GPU-шки нету, ну, Torch device CPU ваш выбор. И, соответственно, для того, чтобы перенести на соответствующее устройство, вы просто используете метод to, и у вас атрибут, соответственно, поменяется. При этом, выполнять операции между устройствами, между тенсорами на разных девайсах вы не можете. Ну, почему? Просто потому, что у вас данные лежат буквально физически на разных устройствах. На CPU, когда у вас лежат тензоры, это означает, что у вас данные лежат в оперативной памяти. Когда у вас данные лежат на GPU, это означает, что у вас данные буквально лежат в оперативной памяти GPU. Это два разных устройства. Для того, чтобы вам выполнять какие-то операции между ними, вам нужно выполнять синхронизацию. Вам нужно переносить данные с одного устройства на другое. И вообще говоря, вот эта операция, перенос из оперативной памяти на GPU и обратно, это такая критическая операция, критическая по времени. Достаточно медленная операция, поэтому всегда нужно понимать хорошо, где у вас данные лежат, и на каком устройстве у вас происходит вычисление. И лишний раз данные между устройствами не гонять. Окей. Соответственно, при переносе данных с GPU на CPU и обратно, у вас обязательно происходит копирование. Ну, просто потому, что физически вам ничего не остается делать, кроме как скопировать данные. Соответственно, если мы посмотрим, что у нас происходит с in-place операциями над тензорами, то, соответственно, произошло копирование, тензоры друг с другом теперь уже не связаны. Соответственно, я создал тензор на CPU, перенес его на GPU, и он автоматически скопировался. Окей. Так, понятно ли вот базовые особенности работы с разными устройствами? То есть все заключается, вы создаете переменную, в которой вы храните, на каком устройстве вы будете хранить соответствующий тензор, и вы используете метод to для того, чтобы перекидывать тензоры туда и обратно. Соответственно, есть некоторый синтаксический сахар для того, чтобы перекидывать на GPU. это метод .cuda, то есть если у вас всего там одна GPU-ушка, то вы можете использовать его. И, соответственно, чтобы делать обратное преобразование, есть метод .cpu, который переносит вам с GPU на CPU. Но CPU у вас всегда как бы один. Так, есть ли вопросы пока что? Да, это видеопамять. Смотрите, можно ли посмотреть это, например, здесь где-нибудь? То есть, ну вот смотрите, вы можете сделать вот, get device name. И он вам покажет, какая у вас GPU-ушка используется. Ну да, другой нету. И, соответственно, дальше вы можете посмотреть, сколько у вас там видеопамяти есть. Ну, стандартно у вас в консоли для ваших NVIDIA-устройств есть операция NVIDIA-SMI. Что-то ему не нравится здесь. Ну ладно, давайте в консоли я прям выполню. Ладно, это из VSA. Или там все сложно. Давайте не из VSA попробуем. Да, соответственно, вот стандартный утилита, которую вы можете использовать, это NVIDIA-SMI. Он вам тут показывает, во-первых, там версия CUDA, какая у вас версия драйверов. И также список ваших устройств и текущая их загруженность. Ну вот видно, что у меня одна GPU-ушка занята 1 гигабайт из 24. И вот там по памяти почти ничего не занято. Ну там есть разные полезные утилиты. Более интерактивные для этого, если я не ошибаюсь, NVID-TOP. Есть такая вот штучка. Да, вот она позволяет вам графически отображать занятость вашего GPU. Если у вас там несколько, то это как H-TOP, только для GPU-ушек. Так, это давайте ручок удалим. Так, окей. Значит, про базовые вещи обсудили, про устройства вычислений. Теперь давайте поговорим про наши графы вычислений. То есть в чем как раз-таки основное преимущество для нейронных сетей по сравнению с TAMPY. Значит, все градиенты, весь подсчет градиентов завязан на то, что у всех тензоров есть некоторый скрытый атрибут, к которому можно, конечно, получить доступ. Точка град. Значит, в этом атрибуте будут храниться градиенты, которые вы получите в результате обратного прохода. Граф вычислений, к графу вычислений вы, ну, так просто доступ получить не можете. Вы можете там неявно получить к нему доступ. Мы дальше чуть посмотрим, как это можно сделать. То есть граф вычислений, он как бы скрыт от вас. Ну, по сути, вас будут интересовать только те градиенты, которые вы с помощью обратного прохода насчитаете. И вот они будут в соответствующем атрибуте лежать. Значит, для того, чтобы по тензору считался градиент, у него должен стоять флаг requiresGrad равняется true. Если этот флаг не стоит, то этот тензор считается просто как, ну, по сути, некоторый параметр, как константный тензор, который в графе вычислений, ну, по сути, присутствовать явно не будет. Он будет присутствовать как некоторый параметр. Соответственно, если у вас в ваших вычислениях участвуют только тензоры, которые requiresGrad false, никакого графа вычислений у вас, по сути, собираться не будет. У вас собирается граф вычислений только как только у вас появляются тензоры, которые требуют вычисления градиентов. То есть, ну, некоторая такая оптимизация в торче присутствует. Для того, чтобы переключать поведение тензора, то есть требует ли он вычисления градиента или нет, вы можете использовать inplace метод requiresGrad. Значит, ну, соответственно, вот я создал тензор Y, установил у него requiresGrad true, вот мы видим, что соответствующий флажок установился. Значит, когда мы считаем граф, когда мы считаем некоторые вычисления с тензорами, которые requiresGrad true, у нас конструируется граф вычислений. Соответственно, вершины, которые в этом графе появляются, которые создаются из переменных, у которых requiresGrad стоял в true, у них тоже requiresGrad будет true. То есть, это некоторый такой бинарный флаг, который пропагедит себя через граф вычислений автоматически. Соответственно, вот я создал некоторое небольшое граф вычислений и указал, что увидел, что, соответственно, переменная Z, она требует вычисления градиента. То есть, по ней можно градиент считать. Соответственно, для того, чтобы посмотреть, какой граф вычислений у меня на самом деле собирается, у меня есть несколько вспомогательных атрибутов. Во-первых, у меня есть атрибут GradFN. Атрибут GradFN показывает, а вообще, по какой функции у меня будет идти обратный проход по графу вычислений из этой вершины. То есть, ну, вот Torch, он умный, он сохраняет только необходимые переменные. И он сохраняет только ту информацию, которая ему будет необходима для выполнения обратного прохода. То есть, он не сохраняет, соответственно, и не может сохранять, какие ребра, условно говоря, выходят из данной вершины, он может сохранять только ребра, которые использовались для получения данной вершины графа вычислений. И вот, соответственно, граф FN показывает, какие ребра в эту вершину входят по числу просто аргументов этой функции. Значит, Torch, он не умеет считать градиенты, ну, вообще, произвольные. Он умеет считать только градиенты по скалярам. И на самом деле это вот основной юзеркейс, который вам нужен. У вас есть некоторый лосс, и вы считаете по нему градиент. Для этого в Torch у скаляра, который requires grad true, есть метод backward. Метод backward как раз-таки просто берет, обходит грабы числений и сохраняет атрибуты точка град, градиенты по соответствующим переменам нашего скаляра. Ну, вот давайте мы здесь посчитали некоторый тензор, который requires grad true, соберем из него скаляр, то есть посуммируем все элементы этого тензора и запустим обратный проход по нему. Значит, мы видим, что те переменные, которые использовались для вычисления нашей функции потерь, ну, они действительно получили некоторые значения в значении градиентов. Ну, и давайте посмотрим, что у нас градиент действительно посчитался разумно. Значит, ну, вот градиент по x. Значит, что у нас, как у нас z-ка зависит от x. Значит, это 3x в кубе. Соответственно, градиент будет 9x в квадрате по компонентной. Ну, и, соответственно, вот мы проверяем, что у нас градиент, который у нас сохранился в обратном проходе, совпадает с 9x в квадрате. Ну, действительно совпадает. Значит, при этом градиенты в графе вычислений хранятся не для всех вершин. Почему так? Они будут храниться только для листовых вершин, потому что только такие вершины являются параметрами нашего графа вычислений. Ну, представьте, у вас есть некоторые веса в вашей модели, и эти веса, понятное дело, они ни с чего не получаются. Они являются сами по себе, являются листовыми вершинами вашего графа вычислений. И поэтому Torch автоматически делает, ну, вот, некоторую оптимизацию. Как только у вас выполняется backpropagation на уровне ниже, у вас градиенты по промежуточным вершинам очищаются. Если мы попробуем получить доступ к градиентам промежуточных вершин, мы, соответственно, получим ошибку, что да, вот, по нелистовым вершинам градиенты сохраняться не будут. Для того, чтобы это поведение поменять, мы можем использовать метод retain-grad. Это in-place метод. При этом, вот, обращаю ваше внимание, что нижнего подчеркивания тут нету, такая небольшая неконсистентность. Соответственно, если вы вызовете у некоторой вершины retain-grad, в обратном проходе у этой вершины градиент будет всегда сохраняться. Даже если она не листовая. Ну, вот, в частности, вот я для переменной z в графе вычислений, который в предыдущем примере мы рассматривали, я указал, что, пожалуйста, сохраняй градиент по этой вершине. Ну, и, соответственно, градиент, сумма компонента этой вершины по ней самой, это просто вот вектор из единичек. Все логично. Так, давайте теперь попробуем посмотреть, как графы вычислений выглядят в каком-нибудь более сложном примере. Для этого я буду использовать библиотечку TorchViz. Это вот некоторая вспомогательная библиотека, которая графы вычислений позволяет нам рисовать. Значит, какое граф вычислений я построю? Давайте построим граф вычислений для линейной регрессии. Значит, у меня есть наши x и наши y, моя выборка. Дальше. У меня есть мои параметры W и B. Значит, вот что такое TorchNand параметр? Пока мы еще не разбирали это, мы поймем чуть позже. Но вы можете это трактовать как некоторую обертку над тенсором, у которой будет просто автоматически установлен requires grad true. То есть, ну, вы можете трактовать это просто как еще один, некоторый вид тензора, у которого requires grad true. Соответственно, я создал вектор переменных, вектор сдвига, и дальше я определяю мои вычисления. Значит, ну, я определяю forward pass через линейный слой, то есть линейное матричное умножение x на w и прибавление вектора сдвига. После этого я считаю лосс как квадрат отклонения истинных у от предсказанных у. И давайте вот у лосса посмотрим, какое граф вычислений к нему приводят. Я забыл сделать импорт. Окей. Так, давайте чуть-чуть отдалю. Значит, давайте разбирать наш граф вычислений с конца. Значит, вот есть наш лосс. И дальше мы можем понять, как этот лосс был получен. Лосс был получен с помощью функции min backward. Ну, точнее, градиент по лоссу при обратном проходе будет сначала считаться, используя min backward. Соответственно, в прямом проходе используется функция min. Ну, действительно, у меня тут было усреднение. Значит, перед этим вызывалась функция pow. Действительно, вот я здесь вызывал квадрат. И, наконец-таки, вот какая-то функция от двух переменных, функция вычитания, sub. Значит, и тут у вас может возникнуть вопрос. Но как же так? У нас всего тут одна стрелочка. А переменных две вообще говоря, то есть это бинарная операция. Как вы думаете, почему в этом графе вычислений у меня всего одна стрелочка приходит в, казалось бы, бинарную операцию? Да, именно так. В этом графе вычислений показываются только те вершины, которые реквают в графе тро. Те остальные вершины, они, по сути, получены из константных тенсоров. И они трактуются буквально как параметр соответствующего преобразования, параметр вершины. Ну, даже как бы, чтобы не было путаницы, как бы не обучаемый параметр, то есть вот некоторая константа, которая в эту вершину подставлена. И, соответственно, в графе вычислений она отображаться не будет. И вот буквально торч именно так в обратном проходе и будет это все трактовать. То есть он будет трактовать в обратном проходе эту вершину, вершину, где у нас берется разница между тензором, по которому идет вычисление градиентов, и тензором константным. Если бы у нас там вычислялась переменная, как, например, сумма двух переменных, по которым требуется градиент, вот как мы можем увидеть в предыдущей вершинке add backward, как раз-таки мы видим, что у нас тут градиент требуется по двум вершинам, и по матричному произведению x на w, и по b. Соответственно, тут мы уже увидим две стрелочки. Что как раз-таки логично. То есть торч – это те особенности учитывает. У него есть, условно говоря, одна реализация для вычисления градиента через вычитание, где только одна переменная требует вычисления градиента, и там, где две переменные требуют вычисления градиентов. Окей, соответственно, раскручиваем наш граф вычислений дальше. Значит, ну вот с суммированием разобрались. Действительно, вот у нас y hat – это сумма из двух переменных. Соответственно, одна из них – это переменная bias. Вот она у нас здесь выделена библиотекой torch-vis в отдельном цветом. И, соответственно, другая стрелочка идет через матричное умножение x на w. Соответственно, опять же, x в этом графе вычислений не присутствует, просто потому что это параметр графа вычислений, он requires grad false. Но зато у нас есть вот переменная w, по которой мы потом будем считать градиент. Так, понятно ли, как выглядит граф вычислений, почему он выглядит именно таким образом? Ну да, это как раз-таки говорит нам о том, что нужно просто положить градиент в атрибут соответствующего тензора при обратном проходе. По последнему тензору это в смысле по x? А, вот этот пример. Смотрите, не по последнему, а по промежуточному. То есть тут какая логика? Вот опять же, если смотреть на этом графе вычислений, где у нас тут есть параметры, то есть какие тензоры нам нужно будет обновлять градиентным спуском. Это вот как раз-таки наши листовые тензоры, weight и bias. И вот, соответственно, Torch, он автоматически делает оптимизацию. Он промежуточные градиенты не сохраняет, сохраняет только те градиенты, которые, скорее всего, будут использоваться для обновления обучаемых параметров. Да, для этого мы у промежуточных вершин, у промежуточных тензоров должны указать retainsGrad. Тогда у нас градиент будет сохраняться. Вот как раз-таки мы в этом примере это и видим. Нет, смотрите, это две независимые вещи. RequiresGrad показывает, что переменная была получена из других переменных, у которых requiresGrad. То есть она показывает на отношение к графу вычислений. То есть, условно говоря, что переменная является частью графа вычислений. А retainsGrad говорит нам о том, сохранять градиент в обратном проходе или нет. То есть это как бы разные вещи. Так, еще вопросы. Отлично. Значит, какие особенности еще есть, связанные с градиентом? Значит, представьте, что у вас есть следующая задача. У вас градиентный спуск требует такого бача, который не помещается на GPU. Как вы можете действовать в таком случае? В таком случае, возможно, вам бы хотелось сделать следующую вещь. Вы разбили ваш бач на бачи поменьше, сделали несколько forward-backward-passов, и вот градиенты по отдельным под бачам сложили. Это вот так называемый эффективный градиент. Операция аккумулирования градиента. И вот Torch позволяет вам эффективно реализовывать вот это аккумулирование градиентов. Каким образом? Значит, представьте, что вы сделали один проход по графу вычислений и посчитали градиент в некоторую листовую переменную. Ну, не обязательно листовую, в какую-то переменную. Теперь вы хотите добавить, то есть, например, сделать еще один forward-backward-pass, ну, не обязательно по тому же графу вычислений, и приплюсовать получившийся градиент по той же самой переменной. Torch это сделает за вас автоматически. Значит, что я здесь делаю? Я здесь создаю еще один граф вычислений, используя ту же самую переменную x, делаю еще один обратный проход. И что у меня происходит? У меня градиент, просто к нему будет прибавлен градиент, полученный при новом обратном проходе. То есть, Torch при выполнении backward-backward-автоматически Никаких манипуляций с атрибутом град, кроме того, как прибавить к нему новый насчитанный градиент, не выполняет. Это нам как раз-таки позволяет выполнять процедуру аккумулирования градиентов, выполнять проход по нескольким графам вычислений и так далее. То есть делать некоторую сложную логику. Если же вы хотите очистить градиент, вам нужно явно указать, что градиент в этой переменной равняется нам. При этом, почему мы здесь присваиваем нам, а не, например, тензору из всех нулей? Ну, опять же, это связано с некоторыми техническими деталями, с некоторыми оптимизациями. Вместо того, чтобы каждый раз там создавать тензор из всех нулей, выполнять ему присваивание, вам это не требуется. Вы во время первого обратного прохода, который задействует эту переменную, вы уже просто подставите посчитанный градиент в соответствующий атрибут. Вам не нужно будет делать плюс-равно в обратном проходе, который вы делаете первый раз. Поэтому вы здесь устанавливаете его просто в нам. Так, понятно ли вот логика с аккумулированием градиентов? Дальше этот момент вам еще пригодится. Смотрите, там будет, условно говоря, в бэкворде проверка. Если градиент none, то мы его переприсвоим. Если он не none, мы его сделаем плюс-равно. А проверка эта необходима для того, чтобы лишний раз лишние тензоры не создавать. Потому что, опять же, вот эту операцию вам нужно делать самостоятельно. Никто за вас ее не сделает. И какая у вас еще альтернатива? Вы можете здесь написать что-то типа torch zeros like x. То есть у вас тут происходит создание тензора. И при этом еще вам неплохо было бы, чтобы у вас dtype совпадал с dtype x и еще device. Да, есть. Значит, мы здесь можем сделать вот так. Чего? А, zero. Вот так вот. Соответственно, ну там есть набор тех же самых методов, которые мы конструкторы рассматривали. Там случайное сэмплирование, наверное, самое такое, может быть, популярное. Только это должно быть можно. А, да. Тут нужно просто указать, с какого распределения норма. Да, так можно. Окей, есть еще вопросы? Хорошо, идем дальше. Значит, теперь поговорим про связь in-place операций с построением графа вычислений. Если вы помните, для выполнения обратного прохода нам необходимо сохранять некоторую вспомогательную информацию в прямом проходе. То есть сохранять, например, вход в соответствующий слой. При этом in-place операции, так как они, ну, по сути, перезаписывают, ну, вот, то же самое место, где у нас лежал исходный тензор. Мы этот исходный тензор, то есть тот вход, который у нас был в соответствующий слой, мы его просто теряем. Просто потому, что мы его перезаписали in-place операцией. Соответственно, это нам подсказывает, что не через любую in-place операцию мы сможем сделать backward pass. И, ну, соответственно, ровно это и происходит. Вот, давайте посмотрим на примере экспоненцирования. Прошу прощения. Значит, я создал небольшой граф вычислений, где у меня y получается возведением в экспоненту. И давайте попробуем через нее сделать backward. Ну да, он как раз нам пишет, что одна из переменных модифицирована in-place, через нее градиент течь не будет. Ну, смотрите, тут идея такая, что in-place операции действительно вам позволяют серьезно ускорить и по памяти, ну, по памяти ваше вычисление. То есть это важно, потому что в gpu-шках у вас как бы память обычно ограничена. Вы можете попробовать реализовать как минимум forward pass для inference через in-place операции. Тут как бы никаких проблем нет. На backward пассе вы можете попробовать реализовать через in-place. Точно вам сам ругнется, где у вас что работать не будет. Потому что какого-то списка операций, через которые он умеет делать backward, а через какие он не умеет делать backward. То есть это как бы сами разработчики торча, они очень в курсе, через какие in-place операции градиент можно пропускать и через какие нельзя. Поэтому как бы тут вы попробуете, не получится. Ну, вы просто подправите на out-of-place операцию. Получится, ну, отлично. Логика примерно такая. Значит, у вас может возникнуть вопрос в некоторых случаях, а как вам in-place операцию заменить на out-of-place операцию? Например, in-place операция присваивания. Значит, тут уже он даже вам в forward pass подсказывает, что что-то он там не может сделать. То есть он не может сделать in-place операцию для листовой переменной, которая экваясь град true. Значит, для этого вы можете использовать, ну, например, your out-of-place альтернативу, torchware. Значит, это вот такой типичный пример, поэтому вот я его вам показываю, что такое бывает. В принципе, там, наверное, есть еще и другие какие-то более хитрые in-place операции, но вот основное то, что я вспомнил, это вот это. Так, есть ли вопросы по in-place операциям? Да, просто будьте с ними аккуратнее. Если вы с ними будете неаккуратнее, torch вам гругнется и, ну, ничего критичного не произойдет. Значит, копирование тензоров. Значит, мы уже говорили о том, что важно понимать, где у вас тензоры ваши лежат в каждый конкретный момент. Поэтому для торча это особенно важно, потому что, вообще говоря, у вас каждому тензору, помимо хранилища, где у вас лежат его значения, еще граф вычислений прикреплен, то есть входящие и выходящие ребра. И, соответственно, у вас есть две различные функции для копирования, которые копируют ваш граф вычислений целиком вместе с значениями тензора и функция, которая копирует только сами значения. Соответственно, функция clone, она копирует тензор, при этом сохраняя его привязку к текущему дереву вычислений. То есть он, по сути, создает дубликат вершины в графе вычислений. Ну, иногда бывает, то есть как-то в голову ничего так сходу не приходит. Но, но да. Да, то есть, ну, точнее, метода копии у вас нету, у вас есть метод detach. Метод detach — это вот аналог нампаевского копия. Да, то есть этот метод, который вам копирует ваши данные, ну, открепляет тензор от графа вычислений. Соответственно, у него requires grad false по умолчанию, ну, потому что он ни в каком графе вычислений не присутствует. И давайте посмотрим, как это выглядит визуально. Значит, давайте разбирать этот граф вычислений, опять же, с конца. Значит, вот у меня есть переменная z. Значит, она получена суммированием. Значит, вот у меня есть sum backward. И при этом мы видим, что, опять же, стрелочка одна. Почему? Ну, потому что у меня всего тут вот один аргумент у этого суммирования. Дальше. Add backward. Add backward, он как раз-таки, как вы думаете, между какими вот из этих трех тензоров происходят в этом графе вычислений? Ну, тут всего одна стрелочка. И вот какому их... Не совсем. Смотрите. Да. Вот эта стрелочка как раз-таки соответствует, что у меня вот по этому тензору требуется обратный проход, а этот тензор трактуется как параметр, потому что он в графе вычислений не присутствует. Это просто некоторый... Это константный параметр вот этой вершины. Давайте рассмотрим следующую вершину. Она как раз-таки получена суммированием вот этих двух иксов. И тут мы как раз-таки видим, что один из иксов, он вот получен из исходного икса, а другой икс получен через клонирование исходного икса. То есть действительно вот у меня просто создалась еще одна вершина, эквивалентная вершине икс. И вот они связаны. Ну, опять же, зачем это может понадобиться? Это может понадобиться, например, чтобы у вас градиенты протекли через соответствующую вершину. Что вы скопировали тензор, но при этом градиент через него все еще течет по графу вычислений. Так, понятно ли, что здесь происходит? Или не совсем? То есть разница между клоном и детачем заключается в том, что, когда мы сделали клон, у нас просто создалась новая вершина в графе вычислений. Как мы сделали детач, никаких новых вершин и вообще никаких вершин, связанных с этой переменной, у нас не будет. Да. Так. Да. Ну, смотрите, не обязательно. То есть, нет, мы же можем просто вот, условно говоря, как сделать. Значит, вот у нас, допустим, были какие-то переменные. Значит, давайте какое-нибудь граф вычислений попробуем соорудить. a плюс b умножить на c. Это вот наш x. И после этого мы можем x, ну, несколько раз использовать. Например, там, x в квадрате, и его потом просуммируем. И можем к этому еще прибавить, например, торч, например, норму x. То есть, мы вот одну и ту же переменную два раза переиспользовали. Как бы в одном графе вычислений. То есть, он будет такой вот, ну, разветвленный граф. Так, вот я посчитал градиент. Да, почему нет. То есть, не знаю, там, x плюс один. Ну, давайте. Давайте тут, не знаю, точку прод. Смотрите. Ну, тут как бы проблема, связанная с вторым обратным проходом, скорее, не с тем, что у нас там граф вычислений... Как-то неправильно создался. Ой. Так, давайте еще раз все это сделаем. Ой. Да, просто смотрите, тут в торче есть еще одна оптимизация. Когда вы делаете backward через граф вычислений, этот граф вычислений автоматически удаляется. Ну, просто чтобы не сохранять лишние переменные. Поэтому, если вы хотите дважды через один и тот же граф прогоняться, вы должны указывать retain graph true во время backward. Ну, а так, да, вы можете вот сделать еще раз один. Обратный проход. Нет, почему? У вас же... Да, во-первых, у вас z это некоторая промежуточная вершина, по ней градиент там вообще сохраняться не будет. Ну, смотрите, давайте вот еще и градиент выведем. Да, только x это не листовая переменная, то есть тут надо еще retain grad указать. Значит, вот у нас градиент по x. Вот я и... Давайте попробую еще раз посмотреть после второго бэкфорта, что произойдет. Вот, как-то градиент изменился. Ну, точнее, к старому градиенту прибавился новый. Ну, то есть, опять же, у нас грабочтение может быть там сколь угодно сложный. У нас просто главное, что мы выбираем какие-то вершины, как скаляры, и по ним запускаем обратный проход. И градиенты мы суммируем из всех этих обратных проходов. Так, есть еще вопросы? Если с рейтением графа у зета, то у нас потом выйдет ошибка, и с другой стороны потом выйдет. Да, потому что у нас как бы кусок графа уже разрушился. Вот, который с зеткой связ... Точнее, с x... То есть, этот кусок графа, он был как бы... Ну, то есть, от того пыльца, который мы сейчас создали, и еще раз по ней пытались пройти. Он как бы вообще полностью параллельный. А, давайте просто нарисуем этот граф вычислений. То есть, нарисуем вот относительно h. То есть, вот такой вот сложный граф. Это вот он... Это мы по h его построили, и можно по z еще построить. Ой, тут вообще все сложно. То есть... И вот мы видим, что тут как бы есть... Вот, да мулл бэквард. Это как бы общий подграф на самом деле. Вот из мулл бэквард с одной стороны выходит вот эта вот часть, которая для получения z-ки. Мулл бэквард. И там, где он вообще вообще сраный, там я не знаю, как даю, как даю. Да, ну смотрите, вот тут же... Ну, это потому что z у меня получается вот как бы по двум путям. Ну да, то есть тут как бы графы могут быть очень сложные. Вот они как бы... Тут даже не знаю, как сказать. Это два графа вычтения, или один граф вычтение. И просто тут как бы две выходные вершины и три входные вершины. Так тоже можно. То есть любые комбинации возможны. Вот я не знаю, можно ли тут как-то на одном это... На одной картинке это нарисовать. А, да, смотрите, вот вообще. Отлично, да. Да, ну, как бы в реальной нейронной сети вот как вы хотите, так и делаете. Это у вас просто направленный ациклический граф. Вроде все тут, все сходится. Ну, потому что... Нет, ну, направленный, то есть не может быть так, что у вас... Да, какой-то цикл, потому что это непонятно, как вообще он может получиться. Нет, ну, смотрите, итерационные методы, как бы что вы под ними подзываете, как бы... Да, это просто новая вершина в графе. То есть, условно говоря, у вас же... Я не знаю, у вас эти... Суперкомпьютеры были уже или нет? Нет. А, ну, да, вам там будут рассказывать про всякие информационные графы, где там циклы можно разворачивать просто, и они будут вам графы вычислений задавать, ну, как бы просто вот не... Ориентированные ациклические графы. Окей, так. С этим, я надеюсь, разобрались, плюс-минус. Так, есть ли вопросы? Нет, потому что ничего не понятно, или все понятно? А, точно. Теперь, значит, давайте разберем такую интересную штуку, значит, нам тут совсем чуть-чуть осталось, связанную с продвинутым дифференцированием. Значит, мы разобрались, как нам считать просто вот обратные проходы под обычным графом вычислений. Но вообще говоря, вам иногда хочется чего-то большего. Там, посчитать какое-нибудь произведение Якобиана на вектор, посчитать Гесиан, посчитать Градиенты, например, по всем элементам бача независимо. И вот для всего такого, для всех таких извращений у вас есть подмодуль Torch Autograd. Он вот умеет все на свете. Производные разных порядков и так далее. Давайте посмотрим, как это все устроено. Значит, опять же, создадим вот наш пример, ну, по сути, линейного слоя. Значит, самое простое. Градиент просто первого порядка по каким-то переменным. Значит, для этого используется метод Grad. Опять же, он умеет считать только скаляр по вектору. Значит, первый аргумент это градиент какого скаляра мы считаем, потом список тензоров, по которым мы считаем градиент. Значит, ну, вот тут я просто сравниваю аналитическое вычисление с тем, которое посчитано с помощью автоматического дифференцирования. Значит, более сложные примеры. Представьте, что вы хотите посчитать произведение Якобиана на вектор. Значит, все ли знают, что такое Якобиан? Да, то есть у нас есть некоторый вектор, мы его дифференцируем по вектору, и все это, ну, вот в данном случае слева. Так, что-то он не хочет. Ну, окей, значит, вы поверите мне, что это просто V на G тут, где G это Якобиан. Соответственно, чтобы это сделать, мы указываем, какой вектор мы дифференцируем, по чему мы дифференцируем, и указываем, на какой вектор слева мы умножаем в Grad Output. Значит, вот такое вот хитрое, опять же, более эффективное вычисление, нежели чем поэлементно собирать Якобиан, то есть трактовать вектор, который мы дифференцируем, как просто набор скаляров, каждый скаляр дифференцирует по отдельности, собирать матрицу Якобиана и потом ее матрично умножать. Вместо этого вот за один вызов функции более эффективно это все можно сделать. Значит, другое, такое вот редкое, но иногда очень полезное, особенно для отладки, это подсчет градиентов по элементам бача. Опять же, представьте, у вас есть ваша нейронная сеть, ее выход это набор лосов, то есть для каждого элемента бача вы посчитали свой собственный лос, и потом вы там лос этот, например, усредняете. И вы хотите посчитать градиент лоса по каждому из элементов бача. И потом там, например, посчитать какую-нибудь статистику, например, норму этого градиента, потому что, ну, понятное дело, у вас есть разница между, например, средней нормой градиента и нормой среднего градиента. То есть это как бы две большие разницы. Соответственно, чтобы посчитать, например, градиенты по отдельным элементам, нужно сделать следующее. Во-первых, соответственно, вы, опять же, дифференцируете вектор по вектору. При этом, соответственно, у вас здесь будет столько элементов, сколько у вас элементов в баче. Дальше вы указываете, что градиент вы хотите считать в бачовом режиме. Вот отдельный флажок указываете. И также вам нужно вот хитрым параметром указать ну, как раз-таки матрицу, которая в некотором смысле связана с матрицей Якобиана. То есть вы можете себе представить, что вы все еще считаете Якобиан векторное произведение, но вот вы его считаете отдельно по каждой строчке Якобиана. Соответственно, синтакс есть немного хитрый. Вам его нужно в некотором смысле просто знать, что он существует. И потом вы его сможете нагуглить, типа, как мне посчитать градиенты по каждому элементу бача, и вот вам там в документации торча это все покажут. Значит, главное, нужно понимать, что все это можно делать, и все это происходит, ну, типа эффективно. Соответственно, вот вам на выходе вернется тензор, каждая строчка которого будет являться градиентом по каждому элементу вашего бача. Здравствуйте. Испугался тут уже такие сложные штуки пошли. Соответственно, понятное дело, что вы вместо вот такой ерунды можете делать какие-то более медленные альтернативы, то есть просто перебирать ваши компоненты лоса по отдельности и по каждой из них дифференцироваться. Опять же, для этого вы трактуете ваш вектор, просто по компоненту его каждый раз дифференцируете, и после этого собираете тензор из всех производных по каждому из элементов бача. Опять же, обращаю ваше внимание на флажок retain graph true. Здесь мы несколько раз по одному и тому же графу дифференцируемся, поэтому нам нужно, чтобы этот граф между подсчетом градиентов сохранялся. Значит, ну тут можно проверить, что градиенты совпадают. Значит, более сложный пример. Значит, иногда вам может захотеться посчитать производные более высоких порядков. Например, посчитать гисян. Как вы думаете, где вам это может пригодиться? Ну, например, так. Еще какие-нибудь варианты есть? Может быть, кто-нибудь сталкивался? Да, смотрите. Такой типичный вариант для визуализации ландшафта функции потерь. Мы много говорили про то, как у нас минимумы связаны, вообще качество минимумов связано с шириной функции потерь. Если у нас очень острый минимум, то, скорее всего, обобщающаяся способность этого оптиума не очень хорошая. Если оптиум широкий, то обобщающаяся способность хорошая. Соответственно, возникает логичная идея. Давайте мы попробуем, ну, посмотреть, какой там гисян, какая его там норма гисяна в этом оптиуме. И в зависимости от этого что-то там делать. Если совсем упороться, можно взять норму гисяна, и ее добавить в качестве регуляризатора. То есть мы хотим поощрять, например, более плоские оптиумы. Да, мы его можем посчитать, а потом еще можем через него дифференцироваться. То есть там уже производные третьего порядка получится, но как бы нас это все не очень сильно пугает. Торч разберется за нас, за нас сам. Основной момент это то, как нам посчитать градиенты. То есть как нам посчитать градиент второго порядка. Значит, какие варианты? Значит, первый вариант это посчитать в тупую. Значит, сначала вот я задаю некоторый функционал, просто квадратичный функционал, а дублевая квадратичная форма. Значит, на первом шаге как я могу сделать? Я могу посчитать производную первого порядка, после этого посчитать производную второго порядка, И вот у меня получился гисян. Очень просто, очень медленно, но это будет работать. Значит, вообще говоря, Torch Autograd позволяет вам считать гисян автоматически, сразу. Значит, для этого у него есть специальный подмодуль functional, который позволяет вам, если вы трактуете вашу нейронную сеть как функцию от ее параметров, он у такой функции позволяет считать производные производных порядков, там гисяны, якобианы, все, что вашей душе понравится, ну вот как раз таки, если вы задаете ее в функциональном виде. Опять же, все это вычитается чуть более эффективно и иногда вот для отладки, для визуализации используется. Так, понятно ли, что здесь происходит? Опять же, ну тут какая-то жесть, которая на практике никогда не встречается, но знайте, что она существует. Так, идем дальше? Идем дальше, да, пропускаем. Да. Ну, можно. Ну, давайте вот тут буквально три ячейки осталось. Значит, последний момент, наверное, который важно рассмотреть, это менеджеры контекста. Значит, зачем это нужно? Менеджеры контекста в Torch в основном используются для того, чтобы манипулировать тем, как у нас будет выполняться, как у нас будет выполняться вычисление. Значит, наверное, самый простой дефолт мод, который еще можно включить вызовом менеджера контекста Torch Enable Grad, он, по сути, выполняет вычисления по умолчанию, вот там с построением графа вычислений и так далее, вот со всеми этими накладными расходами. Если же мы хотим явно отключить вот все возможные построения графа вычислений, не считать никакие градиенты, не делать никакие tensor requires grad true, для этого есть контекстный менеджер No Grad, Torch No Grad. Третий контекстный менеджер, который добавлен был недавно, Inference Mode, он позволяет нам работать в дефолт моде, но в более оптимизированном варианте, то есть во время вычислений Torch автоматически выполняет некоторые оптимизации, например, он может фьюзить некоторые операции друг с другом и так далее. При этом вам не гарантируется подсчет градиентов, то есть если вы работаете в Inference Mode, ну, как бы из названия следует, вы просто эффективно выполняете forward pass через вашу нейронную сеть, получаете там какой-то эпизон прироста. Значит, да, Inference Mode, он отключает вам градиенты и при этом позволяет вам фьюзить некоторые операции. Не-не-не, оговорился, всегда отключает. Да, то есть Inference Mode это расширение Torch No Grad. Соответственно, есть удобное расширение у Torch No Grad через декоратор функции. Если у вас есть некоторая функция, которая отвечает за Inference, вы можете у нее сразу скопом отключить весь подсчет градиентов, задав соответствующий декоратор. И, соответственно, самый последний важный комментарий – метод Item. Значит, этот метод, который есть у сколяра в Torch, и он, по сути, выполняет преобразование вашего сколяра, он его открепляет от графа вычислений, переносит на CPU, превращает в нам паевский сколяр. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы у вас не происходила утечка памяти. Потому что если вы, например, хотите накапливать лосс по итерациям, и вы просто посчитали лосс в вашей модели и докинули его в какой-нибудь там нам пай массив, при этом у вас, ну, по сути, графы вычислений, связанные с каждым из лоссов по отдельности, удаляться не будут. При этом эти тензоры еще могут лежать там где-то на GPU. Соответственно, это вот такая типичная стандартная проблема с утечкой памяти. Чтобы ее никогда не возникало, как только у вас есть сколяр, который вам нужен, там, например, для логирования, для вывода, не нужен для того, чтобы считать по нему там граф вычислений, считать по нему градиент, вызывайте от него Item и больше никогда не думайте о жизни. Радуйтесь тому, что у вас память не утекает. Значит, вот это последний комментарий, который я хотел вам дать. Есть ли какие-то вопросы? Окей.